Василий Белов – известный писатель, сценарист, поэт, считается родоначальником такого направления в литературе, как деревенская опроза. Он стал автором множества рассказов, нескольких романов и повестей, писал и этнографические очерки. На основе его произведений сняли пять картин. Книги Белова, в которых он воспевает русскую землю, до сих пор публикуют не только в России, но и далеко за ее пределами. Говорят, что писатель жив, пока находятся те, кто читает его книги. Если верить в это убеждение, то Белов просто обречен на бессмертие, потому что его проза будет актуальна всегда. Родился Василий Иванович 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Вологодской области. Его родители были простыми крестьянами, поэтому он не понаслышке знал, что такое физический труд, бедность, голод. Детские годы писателя выдались тяжелыми, не вернулся с войны отец, и мать сама растила пятерых детей. Свою трудовую биографию Василий начал очень рано, трудился в колхозе еще мальчишкой. Впоследствии он напишет мемуары под названием «Невозвратные годы», в которых расскажет о своем голодном детстве. Единственной радостью для подростка стали книги. Он читал все, что только мог достать. После окончания сельской школы семилетки Белов уехал в город Сокол Вологодской области, где в школе фабрично-заводского обучения получил специальность столера и плотника. Работал столером, мотористом в леспромхозе, электромонтером. В 1952-1955 годах Василий Белов проходил армейскую службу в Ленинграде. К тому времени относятся первые публикации стихов в военной газете «На страже Родины» и журнале «Звезда». Осознав, чем хочет заниматься в дальнейшем, Белов поступил в Литературный институт имени Горького. В 1961 году состоялся полноценный литературный дебют Василия Ивановича, опубликовавшего свою книгу стихов «Деревенька моя лесная». В том же году вышла в свет повесть «Деревня Бердяйка». Материалом для произведений послужила малая родина писателя, деревня Тимониха, с которой он никогда не прерывал связь. По совету публициста Александра Яшина, которого Белов считал своим учителем, он оставил поэзию и принялся за прозу. Вскоре из-под пера Василия Ивановича вышли сразу две книги рассказов «Знойное лето» и «Речные разлуки». Публикация повести «Привычное дело» принесла писателю широкую известность, утвердила за ним репутацию одного из родоначальников и лидеров деревенской прозы. Эта репутация была закреплена выходом повести «Плотницкие рассказы». Трагическая эпоха коллективизации оказывается в центре внимания Белова с начала 1970-х. Писатель выходит к новому для него жанру – роману-хронике, создавая кануны и продолжение их «Год великого перелома» и «Чаш шестой», в котором временные рамки повествования расширены до 1930-х годов. Василий Белов пробовал себя и в термотургии. Наиболее известная его пьеса «Над светлой водой» посвящена той же проблеме, что и проза – исчезновению старых деревень, разрушению крестьянского хозяйства. В пьесе «Александр Невский» Белов обратился уже к исторической теме. Настороженно и скептически был встречен частью критиков и читателей «Выход в свет повестей», составивший цикл «Воспитание по доктору Споку», в котором автор противопоставил городской и деревенский жизненные уклады. Сам писатель занимал бескомпромиссную позицию. Он настаивал на том, что для человека естественно жить в деревне, ближе к истокам, к природе. Белов боролся за сохранение чистоты русского языка, активно включал в свою речь диалектные слова, с помощью которых много лучше передавались эмоции и смысл жизни. Ностальгия по ушедшей цельности крестьянского жизненного уклада вызвала к жизни не только роман «Все впереди», но и книгу «Лад. Очерки о народной эстетике». Книга состоит из небольших эссе, каждое из которых посвящено какой-либо стороне крестьянского быта. Белов пишет о повседневных занятиях и обычаях, об особенностях восприятия различных времен года, о растениях и животных в крестьянском обиходе, то есть о природной гармонии народной жизни. В год публикации «Лада» Белову была присуждена государственная премия СССР. Писал Василий Иванович и произведения для детей. К примеру, выпустил книгу «Рассказы о всякой живности», состоящую из сказок и забавных историй о животных. Детишкам очень полюбилась история о злой собачонке Мальке. Перу Белова принадлежат многочисленные бывальщины, пословицы, рассказы, для сбора которых писателю довелось много путешествовать. Он объездил Кировскую, Архангельскую, Вологодскую области, познакомил читателей с народными традициями и промыслами. В 1997 году за большой личный вклад в развитие отечественной литературы и отражение самобытности традиций русского Севера Василию Ивановичу присвоено звание почетного гражданина города Вологды. Писатель прекратил творческую деятельность в 2000 году после выхода сборника с этнографическими очерками «Повседневная жизнь русского Севера». Эти очерки стали невероятно ценным материалом для ученых-этнографов России. Скончался Василий Иванович 4 декабря 2012 года после продолжительной болезни. Похоронен на родине в деревне Тимунихи рядом с матерью Анфисой Ивановной. Продолжение следует... Продолжение следует...